Так, господа, тема сегодняшнего занятия у нас – работа в песочнице. Что мы в ней с вами можем сделать? Копаться в этой песочнице хочется не только малышам. Школьники с большим интересом осваивают специальный инструмент компьютерной программы по 3D-моделированию. С помощью него ученики могут создавать элементы ландшафта, проектировать дома при желании средневековой замки. Все усваивается отлично. Дети даже сами иногда придумывают себе дополнительные задания. То есть серьезно, от всех нагрузки. Если им действительно интересно, а им действительно интересно, они сами себе придумывают задания. Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» школы поселка Черновский появился в образовательном учреждении в 2019 году по нацпроекту образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Для цифрового кабинета закупили несколько десятков ноутбуков, квадрокоптеры, 3D-принтеры, VR-шлемы. Все это помогает разнообразить учебный процесс, поэтому на внеурочные занятия ходят почти все учащиеся. Вмедрением в принципе национального проекта образования изменилось самоотношение школы к преподаванию таких предметов, как информатика и технология. То есть содержание предметов благодаря и материально-технической базе изменилось полностью. Это детям гораздо интереснее стало. По итогам реализации национального проекта образования в Самарской области в 2019 году начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии. Все они вернутся к привычной работе, как только будут сняты все ограничения. Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, События.